Добрый вечер, пан диспетчер. 19, ого. А это значит, что все, все, будем что-то съесть сегодня вечером. Все, добрый вечер, пан диспетчер, добрый вечер. Кстати, сегодня я это, напик таки, что-то наподобие, такие репешечки, типа хлеба, на олее, на подсолнечном масле. Ну, знаешь, знаешь, дуже нормально вкусно получилось. Дуже нормально. На дрожжах. Постоять надо было, чтобы оно там это, буль-буль-буль, карасики. А потом он себе чуть-чуть помешал, размял, и оно себе там пожарилось. И очень вкусно, кстати, с этим, со сгущенным сгущенкой. Очень вкусно. Ну, у меня, правда, уже закончилось, а нема. Так что, значит, что? Значит, с козлиным молоком пейте, кто хочет. А кто не хочет, то не пейте. Вот таке. Кто с чаем, кто с вареньем, попробуйте. Дуже вкусно. Ну, и в хорошую счимость. Вот так он на сегодня рецепт. Пишите ваши рецепты дальше. Сегодня у нас часть восьмая была вчера. Значит, сегодня что? Значит, сегодня девятая, наверное, да? Часть девятая. Педали-дали и погнали-дали. Часть девятая. О том, что Эйла одета в странный наряд, быстро забыли как-то. Признали ее вполне подходящим для этой красивой незнакомки этот наряд. С низким голосом и необычным произношением. Это определенно было менее странно, чем ее общение с лошадьми и волком. Джандалар заметил, как люди смотрят на Эйлу, и слышал, как ее имя упоминается в приглушенных разговорах. Потом он услышал, как один мужчина сказал. «То ж надо же! Какую удивительную красивую женщину привел Джандалар до дома!» «Нет ничего удивительного в том, что он привел красивую женщину», — ответил ему женский голос. «Но вдобавок она еще очень смелая и волевая женщина. И мне бы хотелось очень познакомиться с ней поближе», — сказала она. И эти такие замечания, они заставили Джандалара вновь посмотреть на Эйлу совсем с другой, с новой стороны. И вдруг, забыв о несообразности ее костюма, он увидел, как хорошо она смотрится. «Угу. Бриллиант!» «Женщина-бриллиант! Цените!» Редкая женщина могла похвастаться такими прекрасными формами. Особенно женщина ее возраста, уже родившая одного или двух детей. И слегка потерявшая свойственной молодости мышечный тонус. Мало кто смог бы предпочесть такой облегающий наряд. Даже если бы он был женским. А тут? Большинство женщин предпочитали носить свободную, позволяющую скрывать недостатки или излишества фигуры одежду. Чувствовали себя в ней более удобно, когда все скрывает. А тут целый показ мод. Все, Эйла, ты теперь будешь диктовать новые тренды. И ему нравилось, когда она вот так вот распускала волосы. Все, нова мода пошла. «Да, она красивая женщина», — подумал он. «Красивая и храбрая». «Угу, оценил?» Успокоившись, он улыбнулся, вспоминая их сегодняшнюю прогулку на лошадях. И привал на горном лугу. И подумал о том, как же ему повезло с ней. Марона и три ее сообщницы продолжали хихикать. Они вернулись в дом, чтобы подправить свои растекшиеся краски. «А, все как есть, надо подправить». «Подштукатуриться, да?» Они хотели присоединиться к празднику чуть попозже, облачившись в свои лучшие наряды. И рассчитывали покорить всех своим появлением. Всех. Заменив набедренную повязку на длинную нижнюю юбку из очень мягкой и эластичной кожи, Марона надела поверх нее завязывающиеся на талии также длинную, но обшитую бахромой верхнюю юбку, оставшись при этом в прежней и затейливой отделанной короткой безрукавки. Партула принарядилась в любимую юбку и майку. У Ларавы была с собой только лишь одна короткая туника. Но подруги одолжили ей длинную верхнюю юбку с бахромой и несколько ожерелей и браслетов. Подправили прическу и разукрасили ее лицо еще более затейливым, чем прежде узором. У Элопа, со смехом спрятав мужские нарядные рубахи и штаны, переоделась в очень красивые женские штаны оранжевого цвета. И тунику похожего, но более насыщенного оттенка, отделанную темной бахромой. На контрасте. Закончив наряжаться, они покинули жилище и направились на террасу. Но люди, заметив Марону и ее подруг, отвернулись от них. Они подчеркнуто игнорировали их. О, игнор. Зеландонии не были жестокими людьми. Ну, не были. Они смеялись на Дейла и только потому, что их страшно поразило то, что взрослая женщина, она облачилась в мальчиковое нижнее белье на всех и вся. На глазах у всех. И в этот ритуальный юношеский пояс натянула. Или кто ей натянул? Но большинству не понравилась эта грубая проделка. Она позорила всех Зеландоний, выставив их невежливыми и негостеприимными людьми. Эйла ведь была их гостьей и, вероятно, скоро станет членом их племени. И, кроме того, все оценили, как хорошо она вышла из этого неловкого положения. Это действительно все оценили. Похвала. Она проявила смелость, дав им повод гордиться ею. Она прошла через этот стыд с гордостью. А ты бы так смог? Смогла бы ты? Угу. Каждый задавался этим вопросом. Четыре сообщницы увидели большую группу людей, окружившую кого-то. И когда несколько человек отошли в сторону, они вдруг заметили, что в центре стоит Эйла. В том наряде, который они ей и подарили. Она так и не сменила его. И Марона, она была просто потрясена. Она была уверена, что родственники Джандалара переоденут ее сразу же во что-то более подходящее. Ну, конечно, если она вообще осмелится еще раз выйти из дома после этого. Но ей не удалось сконфузить незнакомку, приведенную домой Джандаларом, который ушел когда-то, оставив ее в неопределенности своих пустых обещаний. И вместо этого она показала всем, какая у нее злопамятная и подлинненькая натурка. Эта жестокая шутка Марона обернулась против нее самой. И сейчас она пребывала в ярости. Подговаривая и прельщая своих подруг этим заговором, она обещала, что они окажутся в центре внимания. Расписывала, как они блистательно выступят на контрасте после этого. А вместо этого все похожее всей-вся говорят только и только о ней. О подружке Джандалара все говорят. Даже ее странные произношения, над которым едва не расхохоталась Ларава тогда, и которое Вилопа с трудом понимала, что они сочли диковинным, да, но это было очаровательно, экзотически. Они такого никогда не слышали? Хм. Эйла завладела всеобщим вниманием, и три сообщницы Мароны очень жалели, что позволили втянуть себя в эту историю. Партула вообще очень неохотно согласилась. Ее прельстило то, что Марона, умевшая хорошо рисовать затейливые узоры, обещала раскрасить ее лицо. Эйла произвела на всех очень хорошее впечатление. Она была дружелюбна, и сейчас у нее определенно появятся новые друзья. И настоящие уже подруги. Большая известняковая глыба с почти ровной поверхностью лежала на открытой террасе перед входом под высокий свод пещеры, служившей кровом для этого племени. В давние времена она отломилась от края навеса, когда под ним еще никто не жил. И этой природной трибуной обычно пользовался тот, кто хотел привлечь внимание окружающих. Это и был постамент. Поскольку стоявший там человек, он возвышался на несколько футов над всеми остальными людьми. Все, диктуй условия. Джохаран запрыгнул на тот говорящий камень, и шумные голоса собравшихся начали вдруг затихать. Он протянул руку Эйли, чтобы помочь ей забраться наверх. И Джандалару, приглашая его встать рядом с ней. «Встань рядом со мной!» И волк запрыгнул туда, не дожидаясь приглашения, и встал тоже между вновь прибывшими, единственной своей стаей, которую он когда-либо знал. «Вставай рядом со мной!» «Вставай рядом со мной!» Точно, как в той песне. Помнишь? Этот высокий красивый мужчина, красивая и удивительная женщина и здоровезный могучий волк, они потрясающе смотрелись вместе на этой высокой плите. Вот он и есть памятник. Стоявшие поблизости Мартона и Зеландони смотрели на эту троицу и даже переглянулись. В голове у каждой из них так и роились мысли, которые было трудно передать словами. Джахаран подождал, пока все заметят их и подутихнут. Окинув взглядом толпу, он убедился, что взгляды всех обитателей девятой пещеры все устремлены на него, все пялятся. Он не пропустил ни единого человека и увидел, что к ним пришли представители из соседних пещер, и их не так уж мало. Он осознал, что народу собралось гораздо больше, чем ожидалось. Слева стояло большинство людей из третьей пещеры, а рядом с ними из четырнадцатой пещеры. Подальше справа маячил народ из одиннадцатой. Пришло даже несколько человек из второй пещеры и несколько их родственников с другого конца долины, основавших отдельную, седьмую пещеру, номер семь. Помимо этого, он также заметил людей из двадцать девятой пещеры и даже парочку из пятой. Сколько вас там? Все расположенные по соседству пещеры прислали своих людей, гонцов. Однако сюда собрались и представители некоторых также дальних стоянок. Да, быстро разлетелась новость, подумал он. Гонцы, должно быть, летели со всех ног сюда. Возможно, нам даже и не понадобится устраивать второе сборище для более широкого знакомства. Вот это концерт! Похоже, все здесь собрались. Я мог бы предугадать, что они появятся. А все пещеры выше по течению, должно быть, уже познакомились с ними. Ведь Эйла и Джандалар ехали на лошадях с севера, вдоль реки. Наверное, в этом году гораздо больше народа соберется на летний исход. Наверное, гораздо больше. Пожалуй, стоит провести большую охоту перед выходом, чтобы заготовить побольше дичи. Думал он. И вот, завладев всеобщим вниманием, Джахаран подождал еще немного, собираясь с мыслями. И, наконец, он заговорил. «Как вождь девятой пещеры Зеландонии, я, Джахаран, хочу обратиться к вам». И последние голоса все умолкли. «Я вижу, что у нас сегодня очень много гостей. И именем Донни, великой матери земли, я рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем празднестве в честь возвращения моего брата, Джандалара, из далекого путешествия, Прейшов. Мы благодарны матери, хранившей его во время странствий по дальним краям. И благодарим ее так же за то, что она направляла его на пути домой». И собравшиеся подержали его одобрительными возгласами. Джахаран помолчал. И Эйла заметила, что лоб его прорезала задумчивая морщина. «Ммм, паутина!» Подобная той, что обычно появлялась у Джандалара в такие-то напряженные моменты. И она вновь испытала к нему такое же почти родственное расположение, как и в первый раз, когда заметила это их сходство. «Как большинство из вас уже все знают, продолжил Джахаран, наш брат, с которым Джандалар отправился в путь, он не вернувся. Таналан продолжает странствовать в следующем мире. И мать призывает к себе избранных». И тут он помолчал немного, опустив при этом голову. «Опять он упомянул об этом», подумала Эйла. «Считалось, что для счастья совсем не обязательно обладать многочисленными талантами, щедрыми дарами и быть любимым настолько сильно, чтобы считаться избранником матери. Она порой скучает по этим избранникам и рано призывает их к себе, совсем еще молодыми». «Но Джандалар вернувся, и вернувся не один», продолжил Джахаран и улыбнулся Эйли. «Я думаю, шо мало хто удивится тому, шо мой брат познакомился с женщиной во время путешествия?» И снизу донеслись смешки. «А, шо же смешки?» И многие из собравшихся обменялись многозначительными взглядами. «Но я должен признатися, шо даже я, даже я и той не ожидал, шо Джандалар найдет такую замечательную женщину». И осознав, что сказал Джахаран, Эйла покраснела. «Все, бурак, швыколушка». На сей раз ее смущение вызвал не насмешливый хохот, а смысл этих последних слов. «Ритуалы представления каждого из вас могли бы занять много дней, правда? Особенно, если все мы вот это, как начнем перечислять вот это, полный набор своих званий, требований и родственных связей». И Джахаран вновь улыбнулся. И многие согласно закивали и поддержали его понимающими взглядами. «А наша гостья, она просто не сможет запомнить все сразу, каждого из вас. Ведь правильно, правильно. Поэтому мы решили представить ее всем вам. А потом все вы уже изыщите возможность познакомиться с ней лично». И Джахаран с улыбкой повернулся к женщине, стоявшей рядом с ним на этом высоком камне. Но затем перевел взгляд на Джандалара. И выражение его лица стало более серьезным. «Джандалар из девятой пещеры Зеландонии. Кремниевых дел мастер. Сын Мартоны, бывшего вождя девятой пещеры, рожденный у очага Даланара, главы и основателя племени Ланзадонии. Брат Джахарана, вождя девятой пещеры, вернувшийся после пьеты лет отсутствия из долгого и дюже трудного путешествия. Он нашел женщину в таких далеких краях, откуда им пришлось добираться домой аж целый год добиралися. И вождь девятой пещеры взял обе руки, Эйлы в свои, все, мои руки. Именем Донни, великой матери земли, я представляю всем Зеландонии Эйлу из Мамутои, члена львиного стойбища, дочь очага мамонта, избранную духом пещерного льва и хранимую духом пещерного вадмедя. И он улыбнулся и добавил, и как все мы успели убедиться, подругу лошадей и вот этого волка, да, тяу-тяу. Джандалар был уверен, что волк улыбнулся ему, чуть даже не тяфкнул в ответ. Он словно знал, что это его, вот-вот тоже представили. Угу, вот твоя, секунда славы, лови. Эйла из Мамутои, подумала она и вспомнила те самые времена, когда еще была Эйлой из неведомого племени. И чувствуя, как ее переполняет благодарность к Талуту, к Неззи и другим обитателям львиного стойбища за то, что они сделали ее полноправным членом племени Мамутои. Она пыталась держать слезы, так и застилавшие ей глаза. Она скучала по всем Мамутои. Действительно. Продолжая удерживать Эйлу за руку, Джахаран развернул гостью лицом к собравшимся пещерам. О, девица! Пожалуйста, приймите радушно эту женщину, прошедшую такой долгий путь с Джандаларом. Приветствуйте ее в краю Зеландонии, среди детей земли, великой матери. Окажите нашей гости гостеприимство и уважение, с которыми Зеландонии встречают всех гостей, особенно женщин, одаренных Донни. Так что покажите ей, как мы почитаем гостей. Покажите. И косые взгляды обратились в сторону Мароны и ее подруг. Все, постреляли. Их шутку уже никто не считал забавной. Теперь они, в свою очередь, испытывали смущение, стыд и срам, по крайней мере. Портула она очень густо покраснела, по крайней мере, посмотрев на чужеземку, стоявшую на этом говорящем камне, снизу вверх. И стояла в мальчиковом нижнем белье и ритуальном юношеском поясе Зеландонии. И все уважали ее. Она не знала, что подарено имя одежда выглядит неприлично. И это не имело никакого значения сейчас. На ней она смотрелась очень даже хорошо, представительно. Осознав, что надо что-то сделать, Эйла шагнула вперед. «Именем Муд, великой всеобщей матери, которую вы называете Донни, я приветствую вас, Зеландонии, дети этой прекрасной земли, дети великой земной матери, и благодарю вас за радушный прием. Я благодарю вас также за то, что вы приняли моих друзей животных, за то, что вы позволили волку жить в доме». и услышав свое имя, волк посмотрел на нее. «О, про меня говорят». «И за то, что вы предоставили место моим лошадям, винни и удальцу». И мгновенный отклик собравшихся был совершенно потрясающим. Хотя ее произношение все еще казалось странным, людей потрясло нечто другое, большее. Эйла произнесла имя своей кобылы так, как она изначально называла ее. И всех потрясли эти изданные ею звуки. Эйла изобразила такое натуральное лошадиное ржание, что все подумали, будто заржала настоящая лошадь. Где она? Уже не первый раз она удивляла людей своей способностью имитировать голоса животных. Не впервой. Лошадь была не единственным животным, которому она умела подражать. Эйла не помнила языка, на котором говорила в детстве. Ей ничего не удавалось помнить о жизни, предшествующей ее встрече с кланом. Напоминанием служили только лишь несколько снов и смертельный страх перед землетрясением. Но Эйла унаследовала от неведомого племени врожденную способность, генетическую склонность, почти сравнимую по силе с чувством голода, к разговорной речи. Склонность. После ухода из клана и до встречи с Джандаларом, вновь научившим ее говорить, она сама развивала свои речевые способности. Она пыталась беседовать с теми, кто имел для нее значение. Она разговаривала с ними на языке, понятном только винни и в какой-то степени удальцу. Эйла обладала естественной склонностью к произношению звуков. Но не зная никакого вербального языка и живя в одиночестве, она ведь слышала только голоса животных. И она самопроизвольно начала подражать им. Собственный изобретенный ею язык состоял из комбинаций звуков, которые начал выговаривать ее сын. До того, как ей пришлось покинуть его. Из нескольких слов, произносимых кланом и из звукоподражаний разным живым тварям, также включая щебет и свист птичек. Долговременная тренировка сделала ее столь искусной звукоподражательницей, что даже дикие животные сбегались на ее зов. Многие люди умели подражать голосам животным. Многим. В охотничьем деле хороший звукоподражатель мог оказаться даже очень полезным. Но ржание Эйлы было совершенно необыкновенным. Именно оно вызвало временное оцепенение всех собравшихся. Но зеландонии привыкли, что порой рассказчики их разыгрывают. если происходит не слишком серьезный разговор. И поняли, что она воспроизвела лошадиное ржание ради шутки. Именно так поняли. И когда все успокоились, первоначальный страх сменился улыбками и смешками. Все смешно, шутки, прибаутки. Эйла, которую слегка встревожила их первая реакция, заметила уменьшение напряженности и тоже успокоилась. Люди улыбались ей. Вот она, юмор, шутка. И она тоже невольно улыбнулась им в ответ. Одно из своих самых лучистых и прекрасных улыбок. От улыбки станет всем светлей, от которой ее лицо казалось просто сияющим. Ты солнышко. Эй, Джандалар, имею такую шикарную кобылку, как ты будешь отгонять от нее наших молодых жеребцов, а? Раздался веселый голос. И как будешь отгонять? Это было первое открытое признание ее красоты и привлекательности. Это и был маркер. И светловолосый мужчина улыбнулся. Мы будем часто, чаще ездить кататься, чтобы она всегда была занята. Тоже шутка. О, как нашелся он. Разве ты не знал, что за время моего отсутствия я научился ездить на лошади верхом? Нет, Джандалар, ездить ты научился еще до ухода. И тут последовал новый взрыв смеха. Все, бомбануло. На сей раз поняла Эйла, что это был веселый и радостный смех. А, поняла? О, да и шло до жирафа. Вчись, вчись шутить. Ах, тер. И только когда хохот этот стих, чо вы регошите, Джахаран заговорил. Я могу добавить только лишь одно, заявил он. Я хочу пригласить всех Зеландоний, пришедших к нам из соседних пещер. Я хочу пригласить всех присоединиться к празднику девятой пещеры, которая устраивается в честь прибытия к нам Джандалара и Эйлы. Все, глава седьмая, пир на весь мир. Но не совпадывает минус один, даже минус два получается. Глава седьмая, а часть девятая, все, минус два, девятнадцать, ого, о, во, во, глава седьмая. Целый день восхитительные дразнящие воображения ароматы доносились с юго-западного нежилого края террасы, где находились общие кухонные очаги, и суетившиеся там люди закончили последнее приготовление как раз перед тем, как Джахаран взял слово. После церемонного знакомства к этому концу повалило множество людей в главе с Джандаларом и Эйлой. Хотя напирающая сзади толпа все-таки и из осторожности не уступала им на пятки, не наступала. Они опасались волка, неотступно следующего за женщиной, моя хозяйка. еду красиво разложили на блюда и в большие чаши, но не с голубой каемочкой, не было. Вырезанные из кости и дерева они были, или сплетенные из травянистых волокон, и расставили на низких столах, в качестве которых использовались известняковые плиты. О, ничего себе, какой стол? Мне б такое, а? Рядом лежали гнутые деревянные щипцы, резные роговые ложки и большие кремниевые ножи, готовые к употреблению в качестве столовых приборов. О, разбирайте. Большинство людей пришли со своими мисками, хотя там было достаточно гостевой посуды для нуждающихся. Я все беру с собой. Остановившись, Айла восхищенно любовалась видом кулинарных изысков. Здесь были целиком зажаренные на вертелах бока молодого северного оленя. Целиком. Упитанные куропатки, рыбные блюда из форели, из щуки, и даже более ценные для раннего лета и еще немногочисленные овощи, молодые корешки, корешочки, как мы все любим, свежая зелень, зеленушечка, нежные ростки и туго свернутые спиральки молодого папорника. Все витаминные. Орехи и сушеные плоды прошлогоднего сбора и сосуды с горячим бульоном, сваренным из сушеного мяса зубр с добавлением грибов и корнеплодов. О, налетайте! И Эйлу вдруг поразила мысль, что если у них еще осталось так много ценных продуктов после суровой и долгой зимы, то это в сущности показывает, как отлично они умеют организовать сбор, сушку и хранение и самое главное распределение пищи для нормального обеспечения нескольких пещер Зеландонии в течение всего холодного сезона. В одной только девятой пещере проживало около двух сотен человек. Организуй! Которые вряд ли смогли бы прокормиться целый год в менее щедрой земле. Но исключительно плодородные окрестности наряду с многочисленными и необычайно удобными и прочными естественными пещерами поощряли рост населения Зеландонии на этих стоянках. Домом девятой пещеры Зеландонии стал большой известняковый массив, превратившийся под воздействием погодных процессов в огромный грот с открытой террасой, протянувшийся примерно с юго-востока на юго-запад. Слегка изгибающийся край террасы повторял изгиб русла реки, а открытый на юг пещерный свод надежно укрывал ее обитателей от северных ветров. Этот скалистый грот, глубина которого была почти 150 футов, сколько это на куркуляторе, высоко лететь, растянулся в длину примерно футов на 650, ага, что составляло в итоге почти 100 тысяч квадратных футов жилого пространства. Это сколько там гектар, защищенного обширным навесом. На каменном полу этого укрытия накопился многовековой слой земли и скальных обломков. Имея в своем расположении такие обширные площади, члены девятой пещеры не стали заполнять все пространство грота жилыми постройками. Не стали. Никто не принимал особенного решения для такого расселения. Но возможно оно определилось чисто интуитивно. И чтобы отделить и ограничить площадку, где предпочитали собираться мастера и ремесленники со всей округи, жилые постройки сгрудились в восточном конце грота. Именно там. Поскольку место было более чем достаточно, предостаточно, я бы даже так сказал, западней жилой зоны возникла общая мастерская. Воркшоп. Угу. К юго-западу от него до конца навеса тянулось большое пустынное пространство, где играли дети и люди. Люди могли собраться вместе под защитой навеса, укрывающего их от капризов погодой. М? Очень даже удобно. Ага. Ни одна из других стоянок не могла сравниться с размерами девятой пещеры. Ни одна. Однако вдоль русла реки и ее притоков располагалось много пещер с просторными открытыми террасами все из того же известняка, в большинстве которых жили люди. По крайней мере во время зимнего сезона. Ничего себе пространство. А как гепне все сверху, что ты будешь делать? Я так понял, великі пещеры, дуже великі норы. Что если оно гепне сверху на тебе, потолок? Все, как придави, все. Добрый день. Тем более извесняк, там же дырок много, пористая поверхность. Да, опасненько я так думаю. Земли Зеландони располагались примерно посредине между Северным полюсом и экватором. Хотя в те далекие времена люди не знали этого, и еще много тысячелетий их потомки не будут даже и думать о таких понятиях. Такие знания не были им нужны для того, чтобы понять все преимущества жизни в средних широтах. Живя в этих краях, многие поколения людей приобретали различные навыки, учились на собственном опыте, передавая потомкам знания и традиции, осознавая, что эти места хороши в любые сезоны, если знать, как их использовать. Летом люди обычно отправлялись в походы, покидая порой пределы земли Зеландонии. Селились в палатках или сооружали временные жилища из природных материалов, особенно если собирались большими группами, приходили в гости или устраивали общие охотничьи вылазки, или занимались сбором плодов, дарованных им землей матерью. Но они всегда радовались, если им удавалось временно использовать выходящий на юг каменный кров, или стремились остановиться в пещерах друзей или родственников, понимая очевидные преимущества таких-то жилищ, а? Менип такую. Даже во времена этой ледниковой эпохи, когда разница вечной мерзлоты проходила всего лишь в ста милях к северу, летние ясные дни в средних широтах бывали очень, ну уж очень жаркими. На своем суточном пути, словно опоясывающем планету Великой Матери, солнце поднималось над землей Зеландонии по высокой небесной дуге. Провалы девятой и большинства других жилых пещер Зеландонии выходили на юг или юго-запад. И в жаркие дни в них можно было передохнуть. О, передохнуть. в соблазнительно тенистой прохладе. О, вот оно, вот, воно. А когда дни становились холоднее, возвещая приближение сурового зимнего сезона в этих приледниковых районах, люди с удовольствием пользовались своими постоянными утепленными домами. Вот оно, постоянство. Во время студеной зимы, когда преобладали пронизывающие ветра и сильные морозы, самые морозные дни были сухими и солнечными. Сияющий диск светила низко висел над горизонтом, и его косые послеполуденные лучи проникали в глубину этих обращенных к югу укрытий, и слегка согревали своим солнечным теплом этот восприимчивый камень. Огромное известняковое укрытие бережно хранило этот драгоценный дар. Удерживало его до самого вечера. Теплый камень. И когда первые укусы мороза становились сильнее, все сильнее и сильней, оно отдавало свое тепло людям, живущим под его защитой. А, вот оно, тоже плюсик, пористая ведь действительно, воздух внутри, значит, тепло сберегающие. Но все равно же опасно, опасно, сверху как гепны, все, мозгов не соберешь. Теплые одежды и очаги были существенны для выживания в этих северных районах, ведь ледники тогда покрывали почти четверть земной поверхности. Но в земле Зеландонии накопленное за день солнечное тепло заметно прогревало их жилые помещения. Эти огромные гроты и пещеры в значительной степени способствовали тому, что эти земли были в числе самых густонаселенных в этом суровом и холодном древнем мире. Что неудивительно, ведь тепло и все готово. И Эйла улыбнулась женщине, руководившей подготовкой угощений для праздничного пиршества. Все выглядит так красиво, проливо. Если бы восхитительные запахи не раздразнили мой аппетит, я могла бы насладиться уже только лишь одним видом этих блюд. О, как красиво! И довольная проливо улыбнулась в ответ. О, эго, аж поперла. Не пролила проливо, не? Не. Да, в этом деле она мастерица, сказала Мартона. Слегка удивившись, Эйла обернулась и увидела мать Джандалара. Она безуспешно пыталась отыскать ее в толпе, перед тем, как слезть с говорящего камня. Проливо лучшая устроительница пиршеств и собраний. К тому же она вкусно готовит, но ее главная ценность для Джахарана и всей девятой пещеры заключается именно в умении выбрать и оценить необходимые запасы продуктов и организовать их приготовление. А, еще тот снабдитель Каптенармус. Слышали такое слово? Каптенармус. Мои все говорят Катенармус, но я узнал в гугеле, правильно, Капте, Каптенармус, капитан. Я училась этому у тебя, Мартона, сказала Проливо, очевидно, довольная такой высокой оценкой матери своего мужа. Ты уже давно превзошла меня. Я никогда не умела так хорошо, как ты, устраивать пиршество, ответила ей, Мартона. Тот самый случай, когда учителя превозошли, да, твои же самые ученики. И Эйле запомнилось это точно оговоренное определение. Устроительница пиршеств. И она вспомнила, что мастерство Мартоны охватывало не только организацию угощений и собраний. Она в полной мере проявила свои организаторские способности в качестве вождя девятой пещеры, руководство которой теперь передало Джохарану. Я надеюсь, Проливо, ты и позволишь мне помочь тебе в следующий раз, сказала Эйла. Я хотел бы поучиться у тебя. В следующий раз я с удовольствием приму твою помощь. Однако этот пир он ведь устроен в твою честь. И сейчас все ждут, когда ты это начнешь. Поэтому я хочу предложить тебе отведать этого Жаркова из молодой оленины. А как питается твой четвероногий приятель? спросила вдруг Мартона. Может он тоже хочет мясо? Он то конечно не отказался бы, но незачем переводить на него такое нежное молодое мясо. Вероятно он будет вполне доволен какой-нибудь косточкой с остатками мяса, если она не нужна уже для бульона. Ведь он все отдал? спросила Эйла. Там возле кухонных очагов осталось несколько больших костей, сказала пролива. Вот там осталось. Но сначала ты все же возьми, попробуй, возьми кусок оленины и немного красоднева. Это шо такое? Красоднева? Так и написано. Красное чешо? Не понимаю. Эйла вручила ей свою столовую миску и пролива положив в нее кусок мяса и черпак зеленых овощей у зеленушка поручила одной из своих помощниц заняться дальнейшей раздацией пищи. А сама пошла с Эйлой к кухонным очагам, пристроившись к ней с левой стороны, подальше от волка. Она привела их к сложенным возле большого очага костям и помогла Эйле выбрать длинный сломанный мосол с глянцевитой головкой на конце. Мосол. Масол. Как мускула, наверное. Костный мозг из него уже весь извлекли. Все, высосали. Но оставалось еще довольно много коричневатого сушеного мяса. А это что оставили? Отлично. Этого ему вполне достаточно, сказала Эйла, видя, что волк уже вывалил свой язык у лопата и предвкушающе уставился на нее. А Минне? Может ты хочешь пролива? Может ты сама хочешь угостить его? И пролива все. Она беспокойно нахмурилась. Сейчас вот так все выглодает. Все обладает. Как ту кость. Да, ей не хотелось показаться невежливой. Особенно после выходки Мороны. Но она не горела желанием собственноручно угощать волка. Я хочу. Я хочу, вмешалась Мартона, осознавая, что ее пример уменьшит людские страхи перед этим зверем. Что я должна сделать? Либо дать мосол ему в зубы? Либо просто бросить поближе к нему, сказала Эйла. И она заметила, что к ним подошли несколько человек. Наблюдают, включая Джандалара. Он радостно улыбался. Что, тебе тоже костю? Да? Ты мосол ты. Кинуть не? Сейчас кину. И взяв кость, Мартона сначала протянула ее приближающемуся волку. Потом передумала и бросила ее в его сторону. И волк подпрыгнул, схватил этот мосол в воздухе, у, трюкач, и вызвал своей ловкостью одобрительное замечание, ну, как могет. И потом выжидающе посмотрел на Эйлу, мол, можно? Унеси ее отсюда, волк, унеси, сказала она, одновременно махнув рукой в сторону большого обугленного пня, стоявшего на краю террасы. Волк утащил этот ценный трофей и, устроившись возле пня, начал гладать свой мосол. Все, можно, мое. Когда они вернулись обратно к накрытым столам, все наперебой принялись угощать их блюдами и их разнообразный вкус, как отметила Эйла, резко отличался от того, которому она привыкла с детства. Ну, конечно, другие традиции, другие религии и вкусы тоже другие. Однако, за время странствия она сумела понять, что, какими бы необычными ни казались эти излюбленные блюда любого племени, все они, в общем-то, были вкусными. По-другому никак. К группе, окружавшей Эйлу, подошел мужчина, выглядевший немногим старше Джандалара. Все, следующий. Вид у него был довольно неряшливый. Немытые светлые волосы стали сальными и темными, а грязная одежда явно нуждалась в починке. Но многие улыбнулись, завидев его, особенно молодые мужчины. Он нес на плече сосуд, похожий на бурдюк для воды. О! Этот практически не пропускающий воду сосуд, что значит практически, что прям капало, сделали из желудка крупного животного. Оценив его размеры, Эйла предположила, что в данном случае вероятно взяли именно лошадиный желудок. Эх, издеватели. А по запаху она сразу поняла, что в нем принесли далеко не воду. А, и шо, прям капает? Эх, вы! И скорее этот запах напомнил ей талутову бузу. Сброженный напиток. Брага, будешь по 50. А? Который вождь львинового стойбища изготавливал из беревого вжавого сока и других ингредиентов, обычно включавших некоторые виды зерна, записывай рецепт. Хотя он предпочитал хранить точную рецептуру в тайне. Все, не запишешь, никому не скажу. Вертевшийся возле Эйла молодой человек широко улыбнулся подошедшему мужчине. Ларомар, воскликнул он. Неужели ты притащил свои бережевицы, а? Хе-хе, но... Джандалара порадовала, что он переключил свое внимание на другой объект. Он не знал раньше этого парня, но выяснил, что его зовут Чарезала. Он был родом из одной отдаленной пещеры Зеландони, и его недавно приняли в девятую пещеру. Наверное, когда я ушел, прикинул Джандалара, он еще даже не прошел ритуал первой радости. Молоко не обсохло. Но что же он так вьется вокруг Эйлы, а? Как тот комар. Да, я подумал, что тоже могу сделать гостеприимный вклад в пиршество в честь этой молодой женщины, сказал Лар-Амар, улыбаясь Эйли. Его улыбка выглядела неискренней, что пробудило ее клановую чуткость. Она сразу же все усмотрела. И она стала внимательно приглядываться к его телесному языку, который никогда не врет. И быстро пришла к выводу, что этому человеку ему не стоит доверять. Вклад? С оттенком ехидства спросила одна из женщин. Эйли показалось, что это голос был Салавы, жены Рушимара, который, как она поняла, был одним из двух помощников Джахарана. Попробуй разберись. Вождю клана Брану также помогал Грот. Вожди должны иметь своих помощников. Все правильно. Право, лево, рука, на которых можно положиться, решила она. Я подумал, что сейчас мой вклад будет даже очень кстати, сказал Ларомар. Редко в пещере выпадает часть поприветствовать человека, прибывшего из таких дальних краев. Когда он снял с плеч тяжелый бурдюк, и, развернувшись, опустил его на один из ближайших столов, Эйла услышала приглушенный женский голос. А еще реже Ларомар делает вклад в общее дело. Это еще реже. Интересно, с чего это он вдруг так расщедрился? И Эйле стало все понятно, что ни одна она сомневается в искренности этого мужчины. А, подтвердилось. Другие также относятся к нему с недоверием. И тогда она решила повнимательнее присмотреться к этому Ларомару. Вокруг него уже собралась целая компания с чашками, кружками в руках. Но он счел уместным выделить только Эйлу и Джандалару. Но что, наше зря разбазариваться. Я для них принес. Мне кажется, что вернувшиеся путешественники и женщины, которые он привел к нам, должны первыми отведать мой напиток, заявил Ларомар. А, как выкрутился. Ух ты, червляк! Едва ли они откажутся от такой великой чести, проворчала Салова. Вряд ли кто-то услышал это презрительное замечание, поскольку даже стоявшая рядом Эйла, она еле-еле расслышала ее слова. Но женщина была права, они не могли отказаться. Эйла посмотрела на Джандалара, который специально опорожнил свою чашку и направился к Ларомару. До краев. И она последовала за ним, также опустошив по пути всю свою чашку. «Дурной пример заразительный». «А-а-а». «Благодарю», сказал Джандалар с улыбкой. И Эйла заметила, искренности в ней было не больше, чем у Ларомара. «Хорошо придумано. Всем известно, Ларомар, что твоя березовица отличается отменным вкусом. А ты уже познакомился с Эйлой?» «В общем-то, да», сказал он, «но лично мы еще не знакомы. Пока еще». «Эйла из Мамутои, познакомься с Ларомаром из Девятой пещеры Зеландонии». «Что верно, то верно». «Никто не делает березовицу лучше него», «Ха», сказал Джандалар. Эйла подумала, что это весьма скудное ритуальное представление. Как скудно. И быстро. Но мужчина обрадовался такой оценке. Хоть так познакомились. И она отдала Джандалару чашку, чтобы освободить обе руки для приветствия. И протянула их мужчине. «Именем Великой земной матери я приветствую тебя, Ларомар из Девятой пещеры Зеландонии», сказала она. «И я приветствую тебя», сказал он, пожимая ее руки. Но сразу отпустил их, словно вдруг засмущался. От чего бы это? Помимо всяких церемоний, позволь мне предложить тебе нечто более существенное. И Ларомар начал открывать свой бурдюк. Сначала он размотал лоскут очищенной кишки, прикрывающей сливное горлышко, сделанное из безоннего позвонка. Снаружи эту трубчатую кость слегка обрезали и по окружности проделали паз. Затем позвонок вставили в естественное отверстие выделанного желудка так, чтобы его концы находили на паз и крепко обвязали жгутом по этому проделанному желобку, чтобы надежно закрепить место соединения. И потом Ларомар вытащил пробку. Эту достаточно объемную затычку для сливного отверстия делали из узкой кожаной полоски, завязанной узелками. Это как поквалынка прям, да? А? Мне тоже тогда наливай. Благодаря естественному отверстию спином по звонке разливать напитки из такого бурдюка было гораздо сподручнее. А? Переносной столик, да? Ну? Давай, попейся, наливай уже, ливай, да? Забрав свою чашку у Джандалара, Эйла подставила ее к бурдюку. Все, на разливку, становись! Ларомар налил ей больше половины чашки. Потом налил своего напитка и Джандалару тоже, по-другому никак. И Эйла отхлебнула немного березовицы. Ах ты, березка, а? Ну, як там? Вкусно, улыбнувшись, сказала она. Когда я жила с мамутой, то их вождь Талут обычно делал подобный напиток из березового сока, зерен и еще каких-то добавок делал. Ну, должна признать, да, твоя березовица, она вкуснее. И, самодовольно ухмыляясь, Ларомар обвел взглядом своих соплеменников. А? Все слышали? А из чего ты ее делаешь? Сразу же спросила Элла, пытаясь по вкусу определить составляющие. Ну, по-разному бывает, в зависимости от того, что имеется в наличии. Иногда я использую березовый сок и зерна. Вот так вот уклончиво сказал Ларомар. Может, ты угадаешь, из чего сделана эта бражка? М? И она сделала еще глоток. После брожения обычно труднее ведь определить составляющие настойки. И он знал это. л Collete у эн это. л Продолжение следует...